Великая Отечественная война. С момента ее начала прошло уже 75 лет. Скоро наши дети и внуки будут знать о ней только по книгам и фильмам. Оставшимся в живых свидетелям этой войны сегодня далеко за 80. И с каждым годом их становится все меньше. И тем ценнее воспоминания о ней, ее участников и очевидцев. Смотрю, народ собрался и объявляют. Граждане, ну война началась. Анна Степановна Талызина, дочь красноармейца. Красноармейца, впоследствии сотрудника наркомата военно-морского флота. Маму потеряла рана. Отец был все время на службе, поэтому росла, как говорится, на улице. А именно в Варбатских переулках. Москва того времени представляла собой пеструю картину. Извозчики метро «Воровской мир» и нарождающаяся советская интеллигенция. Все это гармонично соседствовало друг с другом. Они сидят и наколки делают себя. Я говорю, ой, а что это вы делаете? Они наколки. Я говорю, и мне сделайте. И вот они мне, Аня, наколули. Когда началась война, Анне было 11. Привычный уклад московской жизни рухнул в одночасье. Начались бомбежки. Кто-то как заорет, бомбы летят. И бомба прямым попаданием прямо до низу. Кто был, все там легли, конечно. Все обрушилось. Теперь вторая бомба попала прямо в этот трехэтажный дом кирпичный, который идет от художественного кинотеатра. Тоже все снесло. Отец ушел на фронт. Город на осадном положении. Тогда была острая нехватка рабочих рук. Пусть даже детских. Так маленькая Аня оказалась на каучуковом заводе. Вот такая колодочка. Углом ставили бритву и резали вот такие полосочки. А полосочки эти шли на лыжные палки. А жили здесь же прямо под верстаком. Ляжешь, уснешь. Когда из Житомирского госпиталя пришло письмо, что отец ранен, девочка не задумываясь отправилась на Украину. Ехала без документов на свой страх и риск. Представляешь, что такое уйти с военного завода. Мне бы 7 лет катили и не охнуло бы. Понимаешь, тюрьмы. Но к ее приезду в госпиталь отца уже выписали. Маленькой Анне пришлось китаться по охваченной огнем стране. Помогала при госпитале, пряталась на оккупированной территории в доме католического священника. А потом ей повезло, как говорит наша героиня. Девочку подобрал армейский зенитный полк. Я все была. Меня на всем пробовали. И в бои, когда шли, разбомбила батарею третью. Меня посадили на УНР. Назывался аппарат такой. Надо было соединять командующего. С катушкой ходила. Плакала. Не могла найти концы. Они прошли пол Европы. Победу встретили в Австрии. Тогда Анне было 15. Сейчас 86. Если будете в деревне Табулово и увидите дом с красной звездой, знайте. Тут живет дочь 580-го армейского зенитного полка Анна Талызина. Илья Кремнев, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok